Ты реально не двигаешь ноги вокруг, я имею в виду, ты просто выходишь из-за газа, и это поднимет сразу, и у тебя много контроля, так что, это круто. Хорошо, это достаточно, спасибо. Да, ты приятный. Вот так, женщина интервью дала про Теслу, очень благодарен, молодец. Давайте зайдем на этот трекстап, посмотрим, как он выглядит внутри. Смотрите, а, сегодня пятница, и все куда-то валят. Капец, столько машин тут, просто аврал какой-то. Далее, мужик мне дверь открыл, меня вперед пропустил. Вот так американцы вежливо себя ведут. О, тут вообще куча всего продается, тут и пиво, и напитки, и масла, и лекарства, ребята. Вот по сравнению с нашими странами, на заправках в Америке продают лекарства. Немного, конечно, но продает. Ну-ка, я сейчас заберу свой этот, как его, за солярку. Вот она уже куда-то сюда должна была его положить. Вот она уже его распечатала, на стол положила. Что-то долго я его искал. Так. Вот, и масла, замерзайка, вернее, не замерзайка, для лобового стекла. И тут куча всяких. Я не знаю, кто, блин, зимой будет вот этот холод вот этот есть. Это же фруктовый лед. Как вот его, я не знаю. На улице дубак еще ветер такой, и они будут этот фруктовый лед кушать. Так. Я помню, как-то в России был, заскочил на заправку. Говорю, это, у вас тут есть таблетки от... Кстати, что-то я не вижу. Таблетки от чего-то там. Она говорит, вам что тут, аптека, что ли? Мы таблетки не продаем. Так. Вот мне интересно. Всегда на всех заправках есть таблетки. А тут что-то я не вижу. Ага, вот садился с таблетками. Видите, тут батарейки. И не сильно много, но они есть. То есть, если у вас там что-то резко у вас там понос вас пробил, или что-то такое, или какая-то головная боль. Вот. Капли для глаз. Визин. Цены здесь, естественно, будут намного-намного дороже, чем просто в магазине купите там в два раза, наверное. Вот если вы там траванулись чем-то, желудок у вас схватило, понос пробил. Это, кстати, вот эта розовая жидкость. Это аналог нашему укотектированному углю. Такой же результат дает. Сразу же, мгновенно действует. Неплохая вещь, кстати. Здесь какую-то кассу самообслуживания сделали. Смотрите. Хоп, набрал тут себе каких-то жвачек. Подошел, самосканировал, купил и пошел. Чтобы не напрягать людей, которые топливо отпускают. Ну, а что, я сейчас пойду быстренько в туалет. И погоню дальше. Специально зашел в туалет. Смотрите. Рулоны бумаги лежат. И никто не ворует. Я как-то сюда зашел, тут полу волны вот так было. Никто не берет. И здесь рулоны бумаги. О. Ну что, ребята, вы меня сто раз просили. И вот недавно опять мне написали. Как ты слайк меряешь высоту? Вот сейчас я с траком работаю. Тут у меня такая канализационная труба сделана. Обычно водители в боковом ящике линейки хранят. Но у меня боковой ящик, он не сквозной. Туда линейка не поместится. Поэтому сделана у меня здесь канализационная труба. Открутил. И вот по-английски называется high-stack. По-русски линейка. Вот так вот я беру, загрузился. Она вот так выкручивается. Телескопическая. Вот так я ее выдвигаю. Все. Линейка готова. Я просто подхожу. Вот так поставил в машине. Раз. Вот так по крыше. Хоп-хоп. Хоп-хоп. И посмотрел. О, что-то у меня дофига. 13,10. Ничего себе, вроде меньше было. Ну-ка. Я же вроде игру... 13,8. Надо пониже чуть-чуть опустить. Хотя нормально. Вот. Где шкала вот такая. И все. Вот так я ее замеряю. Ну что-то я тут вчера мерил. Вроде у меня 13,6 было. Ладно, сейчас на одну дырку вниз опущу. Все. Ко-ко, мои дорогие друзья. Ой, давайте я вам покажу, что я делаю. Работа моя водителя. Так как у меня своя техника. Это не просто только ездить. А бывает иногда... Приходится вот такой ерундой заниматься. Видите, что я тут сделал. Что-то... Приеду... Ну, я остановлюсь, подхожу. Здесь что-то с жаром пышет. Немножко как бы... Ну, не сильно горячее. Но чувствую вот от этого... От этой полуосии немножко какой-то воздух горячий идет. Думаю, наверное, колодки что-то подогреваются. Давай я смотреть, выяснять. Оказывается, вот эта штука называется Air Chamber. Воздушная камера, которая совершает торможение. Когда вы педаль надавливаете или на тормоз ставите, там шток такой выходит. Сейчас я вам покажу, кому интересно. Опаньки, опаньки, опаньки. Оп, 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 оп. О, вот видите шток? Он туда-сюда ходит и раздвигает колодки. Вот он. Смотрите, американский поставок, не китайский говно. И получается, что кто-то, какой-то рукожопый, но это точно не я, до меня, видать, где-то кто-то тут лазил и поставил тормозной барабан. Вот он старый. Дело в том, что они идут, обычно вот у них шток вот этот, он вот такой длинный. Они как бы универсальные. И на любую технику... О, смотрите, я как бомж, видите? И на любую технику, ну, вернее, на разные триллеры, на разные траки, нужно определенной длины вот этот шток обрезать. То есть на триллер обычно они чуть подлиннее, на трак они чуть покороче. И надо просто по-старому, вот я беру и обрезаю. Делаю обрезание. Вот такой примерно он был. То есть обычно по-старому меряешь, болгаркой обрезал его, тут вилку такую накрутил и все. А вот эту фуфлу кто-то поставил, они его не обрезали, а с завода уже была приварена здесь вот эта вилка на сварке. И слишком короткий, где-то вот настолько. Это не от той машины, дать от какого-то другого грузовика кто-то поставил, пользованный, я так думаю. Или может быть новый, но с другой машины. Но не предназначенный для именно моего трака. И ему получается, что он просто не дожимал. Ему не хватало вот этой длины. Я думаю, он все-таки немножко подтормаживал как-то, что ли. В общем, залез я, поставил новый, обрезал как положено, сделал обрезание, собрал. Сейчас колеса прикручу. Видите, у меня тут воздух от рака, я беру пистолет, я хочу вот такой пистолет купить только электрический. Милуаки. Вот у меня, я себе набрал вот такие наборчики, милуаки. Шикарная вещь, вот такой маленький, а крутит это просто пипец какой-то, очень-очень мощный. Браслась, то есть это бесчеток, он более долговечный. Вот. Impact Range такой. Классная вещь. Я хочу все такой электрический, чтобы вот это шланги не таскать, оно мне надоело. Вот эти шланги, знаете, этот пистолет, ай. Я хочу, чтобы электрический мраз, раз гайки выкрутил и все, чтобы быстрее будет. Вот такое я себе хочу прикупить. В общем, все, я собрал. И видите, что я сделал. Видите, я груженый. А так как я груженый, под домкрат чуть-чуть, во-первых, он сам по себе очень тяжелый. И здесь трейлер тоже много весит. Видите, я его отцепил, чтобы немножко вес на домкрат не такой сильный был. И вот сейчас все дело, потому что я не знаю, когда я домой груженый приеду, без понятия. Может быть, после вот этого рейса приеду, но все равно пока погода хорошая, думаю, да, я сделаю. Потому что я вообще что-то думал, что у меня пружины на колодках отлетели. Нет, у меня с колодками все хорошо, все на месте. А вот, видать, вот из-за этого короткого штока у меня вот такая фигня. Все, я его поменял. Сейчас это все на место прикручу, подцеплю трейлер. И послезавтра я поеду. Разгрузился я Ниссанами. Ну, вообще-то еще одна машина вон осталась. Еще вот у меня одна остановка. Эта машина идет... Я тут недалеко от Вашингтона. Тут возле аэропорта рядом. Город тут такой с Чантылой. Вот я в Чантылой скинул сейчас пять штук этих Ниссанов. Утром скинул в Винчестере три. Ну, сначала у меня остановка была Винчестер, потом Чантылой. И еще у меня остался Фэрфакс. Одна машина. Тут недалеко. Единственное, там такой поворот дурацкий у них. Налево поворачиваешь, а у них это бетонное... Бетонный бордюр на перекрестке очень далеко заходит. Очень. И получается, что мне очень трудно повернуть. А сейчас я думаю, дайте-ка я для Вас поснимаю красивые виды. Здесь... Вот тут у них совсем-совсем рядом. Здесь куча дилеров. И здесь есть Феррари дилер. Но я к ним не пойду. Потому что у них машин на улице нет. Я как-то снимал здесь ролик. Но многие не смотрели, поэтому... Сейчас я похожу, поснимаю еще. А здесь еще дилер Lamborghini и McLaren. Вот у них куча машин стоит на улице. Вчера был тут обледененный такой дождь. Я вчера на работу не поехал. Вот чем мне нравится возить машины, что нет здесь вот таких вот деталей, что ли. Как бы вот ты определенный должен там в какое-то время быть, в какой-то день. Они, конечно, не хотят, чтобы ты там машин... Ну, неделю дома сидел и груженый машинами. Но если ты там день или сколько-то задержишься по какой-то причине, никто тебе мозг уносить не будет. Так вот, вчера я утром планировал поехать разгрузиться. Может, я позавчера приехал вечером домой. Вчера хотел поразгрузиться. А у нас плохая погода началась. Дождь такой замерзший пошел. Я еще по трассе ехал, смотрю, там написано, что избегайте езды по дорогам вообще. Сидите дома. Школы не работали. Дома никуда я не поеду. Остался я дома. И сегодня утром, вот, нормально, сухая погода. Прохладненько, правда. Вот я поехал на разгрузку. Сейчас я разгружусь. Есть назад грузы на Чикаго. 300 не платят, но я не поеду. Проверил. Там в районе Идианаполиса, еще там города, вот где я как раз там буду шарохаться, там снежок будет. Не сильно страшный, там где-то 40%, но я не хочу, не хочу, не поеду. Потому что 40% может и 100% вылиться, поэтому я не поеду. Не хочу, очкую. Надоело мне по этим по снегам кататься. Тем более, 4 недели поработал, надо сейчас немножко отдохнуть. Недельки-полторы посижу дома. Вот этот Макларен дилер. И у них тут такие дорогущие тачки. Часть у них стоит вон там внутри. Вон отсюда их видно. Машины, блин, по 450 тысяч стоят. Часть у них стоит здесь на улице. Вот они. Вот представьте, каждая машина, блин, как дорогущий дом стоит. Красивые машины, дорогущие. Я, конечно, такие не потяну. У меня это дорогое удовольствие. Это что у них? Роллс-Ройсы. В общем, крутой дилер. А, это тоже Роллс-Ройс-дилер. Ой, я даже не знал. Прикиньте, Роллс-Ройс-дилер. Там у них на двери написано. Я думал, тут только Макларен. Они тут, походу, продают все. И Роллс-Ройсы, и Макларены, и эти Ламборгини. Вот давайте для прикола посмотрим, сколько вот этот Роллс-Ройс стоит. И что самому интересно. Я думал, 1300, наверное. Так. А, так он пользуясь. 2013 год. И тут цена не написана, ребята. Так. 11 тысяч миль. Ага, цены нет. Не вижу я цену. Не вижу, не вижу, не вижу. 6,7 литров, 12 горшков. Я думал, он новый. Без понятия, сколько он стоит. Жалко. Цена не стоит. Вот так бы нового бы увидеть. Новый, наверное, у них там внутри. А это что? А это что, тоже, что ли, Роллс-Ройс такой? На Бентли немножко похож. А, нет, это Бентли, ребята. Бентли. Тоже Роллс-Ройс. О, с Флориды, видите? Флоридский номер. О, Ламборгини этот. Паркетник, внедорожник. Кстати, мне он что-то не нравится. Такие бабки за него отдавать. Ничего там в нем такого. Прямо шикарного нету. Машина как машина обыкновенная. Порши, Порши, Порши. И вот следующий, Ламборгини дилер. Вот он. И сейчас мы глянем, если у них тут... Видали, да, сколько здесь тачек? Офигеть, блин. Насколько здесь миллион, прям миллионов, миллионов долларов. Насколько у них тут машин. Роллс-Ройс. Так. Вот эти новые Бэхи. Далее с какими кольцами? Мне, честно говоря, не нравится. Вот это впереди, вот эти огромные кольца. Что-то как-то мне вообще никак. Так. И вот пошли крутые Ламбы. Это у нас Хуракан. Ой, не, не Хуракан. Авентадор. Авентадор, я извиняюсь. Она, по-моему, 450 тысяч стоит. Написано, что там... Fleet Vehicle, not for sale. Грязная. Капец. Написано, что она не продается. О, какая красотка едет. Вау. Это... Ну, Мерселадо. Это Мерселадо или Мерселаго. О. Так. А это что? Вот это, по-моему, Хуракан. Это Хуракан. Это Макларен. Тоже опять... Что-то мало тут Ламборгини. Вот, Макларены одни пошли. Видали, какие? Вот немножко я вам красивых машин показал. Ну, кого-то ради интереса. Гляну, сколько стоит. А стоит это за дрочка... Так... Че-то не пойму. Total. Здесь retail price. Че-то 215 тысяч всего. Че-то странно. По-моему, они по полмиллиона. Я видел, 250 тысяч были. А это что-то всего 215. Может, модель какая-то не сильно крутая? А это сколько? 212 тысяч. А! Вот Ламба. Ух, вот это дорогущая. Эти, по-моему, по 460. Вот это Ламба крутая, ребята. Я бы хотел на такой ездить, но с моими финансами остается только облизываться и мечтать. Красный салон, белая снаружи. Очень дорогая машина. Карбоновый капот. Ну и все, наверное, да? Быстренько пробежались, посмотрели. Хорошего помаленьку. Все! Все! Приехал я домой! Фу! Вот. Трак запарковал. Пустой. Больше я никуда не поеду, не хочу. Недельку, а то и полторы дома посижу. Ну, до конца этой недели. И следующую, наверное, всю. Или в конце следующей недели загружусь. Поработаю с траком. С трейлером надо трейлером не промазать, а то капец. Он скачет уже весь. Надо ему вот эти все стойки посмазывать графиткой. Так, и еще, ребята, тут, значит, разговаривал с Кириллом. Это тот дилер, который машины покупает. Говорит, если кому-то надо машины из Америки, опять там появился канал, по-моему, через Литву, что ли. Он говорит, там пацаны звонили, типа, можем отправлять. Или, вернее, получать. В общем, точно я не знаю, все нюансы не узнавал. Я вам оставлю вот здесь номер телефона. Звоните номер Кирилла и номер вот этого парня с Литвы. Так что я так припоминаю. Кто-то мне бывало писал на почту, что можешь ли с Америки машину переправить. Я этим не занимаюсь. А вот эти ребята вам помогут. Короче, звоните им. Вся информация у них. Ну-с, дорогие друзья. Всегда мне спрашивают часто в комментариях. Пишут, что, Славик, сколько ты зарабатываешь в месяц. Сегодня я вам раскрываю все свои тайны. Я вам расскажу, сколько я заработал за месяц. Обычно целый месяц я никогда не работаю. Я обычно работаю там неделю-две. Потом неделю беру перерыв. Или две недели беру перерыв. Так, чтобы вот месяц конкретно работать, я делаю очень и очень редко. Поэтому я отработал 4 недели. То есть, я не буду говорить там с 1 по 31. То есть, вот я отработал 4 недели. Я не работал полностью вот и до все 4 недели. Первую неделю там я, по-моему, 4 дня отработал. Другую неделю 5 дней. Третью там тоже, по-моему, 5 дней. И вот четвертую неделю я отработал только 3 дня. То есть, я сделал короткий груз. Туда-назад быстренько мотанулся. У меня ушло на все про все 3 дня. Поэтому, грубо говоря, у меня ушло 4 недели. Грубо говоря, месяц. Итого. Секреты рассказываю вам. Секреты. Начается так. Начал я. Вот я тут составил такой списочек. Начал я Мэриланд-Айва. И поехали. Мэриланд-Айва. 7 тысяч. Пустой проехал до Мичигана. 600 миль. Шарану до Мичигана 600 миль. Мичиган-Мэриланд 2. 850. Мэриланд-Миннесота 6100. Иллиной-Мичиган 1100. Мичиган-Вирджиния 3200. Мэриланд-Миннесота 56625. Иллиной-Охайо 1200. Мичиган-Вирджиния 3200. Вирджинии-Теннесси 2500. И Теннесси-Вирджиния 2850. То есть я проехал, всего у меня вышло 9500 миль, я сжег 1800 галлонов соляры и у меня грязными выходит 35525 долларов. С этих 35525 долларов мы вычитаем, значит 1800 галлонов соляры, где-то я заправлялся по 376, где-то заправлялся по 420, где-то по 4 доллара, 497, ну я среднюю взял 4 доллара за галлон, пускай будет. Соляра у меня 7200 соляра, 15% забирает компания, это 5328 долларов, страховка месячная у меня 1300, все скажут, о 1300, такая страховка дорогая, да, потому что у меня страховка на миллион. Представьте, я везу там, допустим, новые Вольвы или там загружить каким-то новым Мерседесами, они там по 100 тысяч долларов или БМВ, то естественно страховка у меня должна быть хорошая. Толы, это платная дорога, примерно, вот я честно говорю, я не считал, я примерно на скидку взял, там я поехал, там поехал, ну пусть долларов 300. Я могу куда-то плюс-минус 100 долларов ошибаться, но это не суть важна, когда мы апеллируем большими суммами, эти 100 долларов разницы большой не имеет. То есть, получается, солярка, толы у меня 300 долларов, и того выходит у меня чистыми уже мне 21400 долларов за 4 недели. Вот, из этих 21400 долларов я уже должен потом, ну это в конце года, я буду платить налог уже государству. Государство у нас берет 33% от того, сколько у тебя, так как я работаю сам на себя, выходит 33%. Но, даже если возьмем мы 33%, это получается треть, да, грубо говоря, вот если мы посчитаем 21400 разделить на 3 равно, помножить на 2 равно. То есть, у меня останется 14266 долларов. Это уже если я вообще ничего не спешу, то есть, 14 с лишним тысяч, но за месяц, за 4 недели, но все равно у меня будут какие-то списания. Я не бухгалтер, у меня это все, я плачу деньги, бухгалтер мне все это потом будет подсчитывать. С этих 21400 долларов все равно, все это время, что это вообще тема для отдельного ролика, но я вам вкратце просто, чтобы вы немножко понимали. Вот смотрите, вот даже вот у меня перчатки, да, вот я пошел в этот раз, в Коско там заехал, купил себе перчатки. Эти деньги я спешу, я их купил для работы. Вот я за три пары отдал 30 долларов. Перчатки дорогие, 10 баксов за штуку, но здесь такие кожаные, здесь они тряпочные, очень хорошие перчатки, мне понравилось, удобно очень работать. Для работы самый бублик. Значит, списываются, вот я перчатки купил, потом списываются, даже если я не тратил вообще деньги на еду, вот нисколько, я просто голодный ходил. Все равно, по-моему, это по старым, я сейчас не знаю сколько, но вот по старым, за прошлые годы там было 36 долларов в день ты списываешь на еду. Списываются там какие-то деньги за то, что я ночевал вне дома, это тоже списывается. То есть идут там какие-то списания. И дальше, самое главное, я купил в прошлом году трейлер. То есть это идет как депрессию. То есть вот эти деньги, что я купил трейлер, это полностью снимается все с налогов. То есть я точно сейчас вам не могу сказать, это мне надо опять же отдельный ролик. Я могу сразу все бабки списать, но мне это не выгодно, потому что там вообще практически ничего не останется. Я вообще налоги платить не буду, надо хоть что-то все равно заплатить, чтобы раскидать. А на следующий год мне придется больше отдавать. И это им уже занимается бухгалтер. Там можно как-то в течение 5 лет, то есть сначала, например, допустим, ты, грубо говоря, купил ты за 50 тысяч там трейлер, например. То есть можно там, допустим, крупную сумму первую можно много снять, там 20 тысяч сразу же списать. А остальные потом в течение последующих 4 лет. На 4 года можно раскидать. Как-то вот так. И это полностью сразу снимается, вот все 100%. Вот я с ним 20 тысяч списываю. Например, грубо говоря, за год я заработал, например, чистыми 100 тысяч. Все, вот со 100 тысяч я должен заплатить 33 тысячи налога. И 20 тысяч я, например, списываю, у меня сразу же получает, что я заработал не 100 тысяч, а 80. Тогда уже 33% с 80 тысяч. Поэтому здесь уже, тут такое трудно сказать. Но, говорю, 21-400 на данный момент у меня выходит уже чистыми мне в карман. За все эти 9500 миль я их раскидал. И у меня получилось, что вместе со всеми пустыми милями у меня вышло 3.74 доллара за миль у меня оплатили. 3 доллара 74 цента за миль у меня оплачено. Это полностью все пустые миль. Что я там до дома доехал туда-то. Что я потом пустой где-то там было такое, что я груз скинул. Я пустой домой вернулся. Проехал там 200 миль пустой. То есть соляра тратится, а мне никто за это не платит. И вот вышло у меня 3 доллара 74 цента за милю. И понимаете, дело в том, что специфика нашей работы такая, что вот например в Миннесоту они платят очень хорошие деньги. Почему? Потому что туда грузы есть. Можно туда поехать, но обратно грузов нет. Плюс зимой там холодно. Не каждый захочет туда поехать в мороз, там минус 20 разгружаться и плюс по снегу. Поэтому они платят хорошие бабки. С учетом того, что обратно тебе придется ехать пустым. Но это твои расходы, поэтому туда платят хорошие деньги. Если я не буду туда платить мало, то никто туда просто ехать не будет. Поэтому туда я еду за хорошие бабки. Обратно вообще вот в первую неделю я вообще 600 миль пустой проехал. Можете себе представить, тысячи километров пустой. Вообще просто так. На последующие дни уже у меня там было где-то по 400 миль пустым. То есть вот на круг оно выходит по 3.74. Надеюсь вам ролик понравился. Как все-таки хорошо очутиться дома. Какой дома? Ты запотел только за час аренды комнаты. А сидишь уже лишние 15 минут. Сарбран, дайте мне хотя бы с подписчиками попрощаться. Да какие подписчики? Тебе романатки свои, блядь, сюда. Да подождите, блядь. Всем, ребята, подписывайтесь на канал, лайки ставьте. Всем всего хорошего, всем пока. Пошел вон! Блогерный хребет.